Проект «Цвит. Сказки для взрослых и детей» представляет Григорий Неделько. Вирус образованности. Предостережение словеснику. Читает Олег Шубин. Преаскриптум. Ввиду сложившихся серьезных обстоятельств, которые и опишу далее, нижайше прошу ознакомиться с моим посланием как можно раньше. Здравствуйте, уважаемый Н. В наше крайне непростое время, когда любой инакоговорящий и инакомыслящий может быть с легкостью деструктирован, все-таки отправляю вам очередное телепатическое письмо. В нем хочу не только поблагодарить за слова, которыми вы, несмотря ни на что, продолжаете меня снабжать и попросить новых знаний, но и, помимо прочего, озвучить необходимые предостережения. Дело же вот в чем. С недавних пор за моим сознанием началась слежка. Могу ошибаться, но связываю это с лексиконом, возросшим благодаря вам неизмеримым образом. Впрочем, все не так просто. Несомненно, слова, что я покупаю у вас по весьма приемлемой цене, вполне обоснованно покажутся служителям власти ненужными и опасными. Однако я, как настоящий high-end sapiens, не мыслю жизни без живого и обширного лексического запаса. Я даже состою в оппозиционной, если не сказать реакционной, партии за свободу слова, борющуюся за права речи, мысли и письма в чересчур быстро развивающемся мире. И, тем не менее, обращаясь к вам, пусть себе во вред, постараюсь использовать достаточное количество единиц панроссийского языка, хотя бы как дань уважения к вашему трудному, рискованному занятию, и поскольку современная грамота, разговорная, письменная, деловая, вызывает у меня острый приступ негодования, разочарования и изжоги. Известно, что словарная полиция способна просканировать любой разум при помощи новейших достижений техники и науки, вроде имплантированного телесканера. Поэтому зашифрую данное письмо на всех возможных каналах и пошлю по частям в разнобой на неосновной ваш адрес. Ситуация у меня сложилась чрезвычайно неблагоприятная. Недавно, как вы наверняка знаете, был подписан закон о скорейшем всеобщем оскудении словарных средств, которые я, будучи работником экрана и клавиатуры, вынужден соблюдать особенно рьяно, чтобы не попасться на глаза карающим структурам. Мало этого, еще и Ха, мой коллега, сосед и бывший друг, написал на меня донос. В одном из предыдущих писем я подробно изобразил собственное недовольство и, более того, ярость, вызванную принимаемыми в последнее время законами. Просто не осталось сил терпеть все эти циркулирующие в большинстве общества сухие фразы, постоянные неологизмы, заимствования, коротенькие предложения, нецензурщину, сленг, косноязычие и слова-паразиты, легендарные, гениальные, на самом деле, истории и иже с ними. Люди тупеют и отупляются, и становятся сами себе врагами, палачами, предателями. Конечно, ум и его сопутствующие чуть ли не превзошли действия и проникли всюду — в управление, наказание, развлечение, спорт, досуг, телегонки, мысли викторийные, менто-пытки, прокачки сознания и прочее, прочее. Разум пытается главенствовать над телом, однако при всей своей мощи свободы и изъявлению мыслей категорически не хватает, и точно бы нет тому исхода. Пишу столь подробно, дабы вы ясно представляли, что именно подвигло разумного человека прибегнуть к высшей степени радикальным мерам. Кроме того, в случае возникновения у меня еще более серьезных проблем, а сложность ситуации очевиднее некуда, это письмо может послужить, пускай слабым, но оправданием в глазах представителей официального суда Линча. Итак, мне пришлось сделать многие из приобретенных у вас и полученных иным образом слов общедоступными. Повторюсь, нет возможности далее выносить творящиеся вокруг. Однажды, воспользовавшись служебным пропуском по благовидной причине, мне якобы требовалось загрузить чисто техническую информацию в один из отделов главного компьютера города, я подсоединился к центральному процессору. Работая писателем вот уже пару веков, я заслужил отличную репутацию и многие привилегии. Но если бы вы только знали, насколько опостылило создавать и публиковать лишь разного рода документацию и прочую бюрократию, отчасти и потому решил я подарить людям истинное, подлинное слово, четко понимая, что далеко не все и отнюдь не сразу примут граничащие с революционным бунтом самопожертвования, однако убежден, что в будущем описываемые действия отзовутся наилучшим образом. Что же я сделал? Все очень просто. Перегрузив на мгновение память и процессор главного компьютера огромным объемом никогда не существовавших, заготовленных заранее слов, забил в базу данных несколько десятков тысяч слов позабытых из нескольких десятков языков на территории земного содружества, почитающихся умершими, а после открыл к указанной информации доступ всякому желающему. Тут вы воскликнете, что же ты натворил, безумец, и будете тысячу расправы. Я и сам не сразу осознал, что сделал, прежде чем последствия, вначале микроскопические, но с течением времени все более ощутимые, не вторглись в мою жизнь, да и не мою одну, конечно, жизнь целого многомиллиардного народа, а не только отдельного города. Вы наверняка замечали новые, а вернее будет сказать, старые слова, то и дело появляющиеся в вездесущей рекламе, опостылевших документах и практически исчезнувшем с лица земли настоящем творчестве. Сложные определения и причастия на баннерах, дрожайшие и милейшие в передачах и трансляциях, не техническую лексику в потихоньку возрождающихся литературных произведениях, короче говоря, бесчетные и, казалось бы, неуместные единицы речи в различнейших областях. Так вот, все это моих рук и мыслей дело. Теперь-то картина происходящего ясна мне в полной мере. Или хочется в это верить. Но поймите, уважаемый Н, тогда мной правило злость. Что ж, сделав свое черное дело, я закрыл и зашифровал все каналы, выполнил работу, для которой будто бы пришел, и удалился. Бедные госструктуры, как же они силились понять, кто запустил вирус образованности, в годами выглядевшие предельно защищенными каналы. И народное правительство, наверняка оно было вне себя. Ну что ж, вот его гнев, возможно, и добрался до вашего покорного слуги. Что бы ни послужило причиной моих бедствий, словарный запас, кои я при общении с разными людьми всячески стараюсь контролировать, либо, может быть, выдуманный, высосанный из пальца донос «Ха», или, не исключено, мое членство в партии за свободу слова, а, возможно, и просчет в описанных только что безумно рискованных действиях, словом, мною заинтересовалось следствие. Началось все с банального. Мы зададим вам пару вопросов. А завершилось тотальной слежкой и дистанционным прочесыванием разума и психики. Вернее, не завершилось. Продолжается. И я мыслю правду. Ведь подобное нельзя не заметить, особенно если ты – эмпато-телепатическая личность. Не исключено, что где-то в верхах уже, без лишних сомнений, подмахнули нематериальный приказ о моем безоговорочном стирании. Вот почему я пишу вам. Да, вокруг полным-полно людей, нехороших, злых и завистливых. Но верю, что не меньше и правильных, честных, добрых. Надеюсь, что передаваемые знания не повредят вам. Как успел выяснить из нашего ментального общения, вы человек искренний и борющийся за правду. Поэтому и вверяю с чистым сердцем собственную судьбу в ваши руки и голову. От ошибки же никто не застрахован. В любом случае, где бы ни всплыло позже это письмо, а оно обязательно всплывет. Будьте уверены, последствия, вызванные причиной его написания, им вряд ли удастся так уж просто нивелировать. По крайней мере, в ближайшее время. Мы еще поглядим, кто победит в этой новейшей войне. Остаюсь искренне ваш. Технический каллиграф первой ступени L.N.T. Постскриптум. Если совсем прижмет, попытаюсь сменить место жительства, внешность, голос, образ мыслей и так далее. Так что, думаю, вам не имеет смысла и даже рискованно связываться со мной. Существующий канал закрою, а когда создам другой, напишу сам. Надеюсь, вы поддержите мое смелое начинание, хотя сознаю, что ввиду обстоятельств риск для вас колоссален. Высылать свежие слова можно тем временем на прежний патоадрес. Оплату гарантирую. Вива громада! Вы слушали рассказ «Вирус образованности. Предостережение словеснику». Автор Григорий Неделько. Запись произведена в рамках проекта SWIT «Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта SWITBOOK.RU в 2022 году. Читал Олег Шубин.